Владимир Казакевич, исследователь волновой природы человека Наш путь, новая земля внутри нас Да, ну здесь как бы в обсуждении не политиками военного, а о современных событиях, которые происходят в России Значит, какой же путь к спасению, если речь идет в ближайшем будущем, возможно, даже о ядерной войне Ну мы как мыслители, философы внутри себя поддерживаем радость и тишину То есть радость мы понимаем, как человек сидит на волне, волна его несет в своей энергии Но человек не под волну уходит, ни от нее не отрывается То есть, как говорится, руки устрашающие нас не достанут И тогда мы испытываем какую-то радость Вот, так вот, как же вот эту внутреннюю тишину в себе, да, и радость достичь Значит, а что под внутренней тишиной мы понимаем? Это вот наше зеркало нашего сознания, да, вот и гладкое, как озеро, когда ветер не дует И все, вот как в лужах осенних, да, отражаются здания, огоньки домов Вот, вот так же и в нашем сознании мы чувствуем тишину, покой И то, что мы движемся все-таки вперед, и вот эти вот демоны нас своими руками не захватывают Значит, так вот, что же в этой... да, так вот, это же путь к единству внутреннему Значит, и я разработал, вот здесь, как бы я опишу, он еще давно писал там Он моделируется, вот этот путь к единству, да, точкой пересечения мыслей человека И тех предметов, о которых мы размышляем Как это понять? Значит, предметов, о которых мы размышляем, их может быть много То есть это объекты, процессы, явления природы, да Вот, а как же их всех уместить в единство нашего мышления? Так вот, я считаю, что это можно сделать через процессы сжатия информации Вот как раз в этой точке сжатия, но любое сжатие, оно вызывает всегда отрыв Это уход в себя, это уход в какой-то внутренний мир И вот в этом... и вот эту точку в конечном счете, да, я определил некой надлогической структурой То есть, если вот логика, которой мы обычно пользуемся, да, это высказывание, осуждение какие-то, там, законы, исключенного третьего и прочее, да Вот, это некие инструменты, это некая перчатка А где же та живая рука, на которую мы вот эту перчатку логическую, да, одеваем, как инструмент? Значит, и вот я считаю, что через... с помощью специальных упражнений, да, по сжатию и отрыву информации, да, Причем как? Мы начинаем каждый объект и каждый процесс природы, за каждым объектом и каждым процессом природы Видеть некое единство, и имя этому единству развитие То есть, сущность любого процесса и любой вещи в этой Вселенной – это развитие И вот речь, наверное, должна идти не о технике, а не о сбалансированности науки той же А о том, что в современной науке мы сталкиваемся с шизофренией То есть, либо это вот в суждениях о мозге, например, у Савельева Это, значит, такой вот прагматический позитивизм Либо вот, как у Татьяны Черниговской, такая схоластика, неподкрепленная фактами идет В основном, но интересная То есть, ее увлекательно слушать, но фактов маловато Так вот, вот эта сущность, да, всех вещей – это развитие И развитие это можно фиксировать некоторой геометрической символической структурой Значит, и с помощью этой структуры можно полевой динамикой, да, в своем невидимом мире управлять И вот в основе этой полевой динамики лежит вот эта живая рука, да, волновой орган мышления И вот поэтому я не отношу себя не к ученым, а я считаю, что я вот строю метанауку И вот такие люди, например, как Рязанов, Кирсанов, Юра Бондаренко, они тем же занимаются Но я вот Юрию Бондаренко говорил, что он все-таки не может к науке отойти полностью от науки То есть, наука настолько крепко держит человека, что он не может понять, что все-таки наука, она несет в себе шизофрению То же самое и шизофрения в политике Вот что сейчас происходит с Россией и Украиной То есть, это я уже, значит, ведь патриарх Кирилл сказал, идет братоубийственная война Вот наш патриарх это сказал, да А война это и есть крайнее проявление вот этой вот шизофрении Вот это не то, что роботов там много, да, а это несбалансированность, неоптимизированность законами духа Вот этого вот нашего мира, мира науки в частности, да И вот посмотрите, вот давайте конкретно обсудим, вот тот же взрыв, да Что я сейчас буду высказывать точку зрения Саля Я вот поддерживаю его точку зрения, она очень интересна Но я говорю тоже, я не так поддерживаю, как вот там вот приверженец его, да А вот у него действительно очень интересная точка зрения на все эти события, которые сегодня происходят Ведь посмотрите, как едет машина по мосту, происходит взрыв, да Но непонятно, как этот взрыв проникает в опору И Зеленский говорит там, о, это мы, значит, этот мост взорвали Ну ему понятно, ему надо перед своими героями Украины, да, отчитаться Вот какие мы сильные, значит, но непонятно, как опора взорвалась И тот же Сальс, вот смотря на фотографии, можно видеть, асфальт гладкий остается А взрывается-то опора А как машина, едущая по мосту, может все это произвести? Теперь смотрите, значит, есть вот такое мнение, да Что, например, вот тот же генерал Вашов, полковник, генерал-полковник Вашов, да Ведь он же предупреждал тогда офицерское собрание, еще до 24 февраля, да Что все эти события могут привести к катастрофе, то есть к ядерной войне Но его же наши патриоты посчитали, значит, предателем То есть они его выгнали, да Значит, а вот если, но с другой стороны, если так ведь, ну, сообразить Ведь война-то тоже началась с провокации и с украинской стороны Там и в Белоруссии беспорядка намечались, да И вот в Одессе людей не наказали, которые сожгли там и дом профсоюзов, да Они не наказаны И нацизм, это тот же аналог махновщины Вот это вот, когда государство не способно, значит, этих людей привести в порядок И поэтому, вот получается, что мост, мост как бы взорван, да И был дан ответ, как вы знаете То есть по энергетическим мы, значит, принятием центра, ну, центром принятия решения, да Был нанесен удар А что сказала ПАСИ, вот Ассамблея Европы? Они же там 99% при одном воздержавшемся, да, проголосовали, что Россия террористическое государство Это ПАСИ Ужас, ужас Да, в ПАСИ так проголосовали Вот, но, и теперь смотрите, а что сейчас происходит? Сейчас тащат туда, значит, самоходки Малка Значит, посмотрите, Малка, это имя, как вот символично тот же Сай говорит Я анализирую тоже его, как бы, выступление Это не моя отсебятина идет, а это вот его, как бы, мысли тоже Но я, мне они стали, вот, интересны И я, как бы, их, как бы, хочу, вот, осмыслять, да Вот, Малка же, это имя князя Владимира, который весь ведизм уничтожил на Руси И сейчас эти Малка, которые бьют до 44 километров, да, вот этими зарядами, килотонами, которые в Арзамасе 16-м у нас разрабатывались Одна и две десятых килотонна в тротиловом эквиваленте То есть это тактическое ядерное оружие Ну, само по себе, да, оно расчистит там много народу Понятно, потому что это нужно не англо-саксам, а это нужно сатанистам, глобалистам, вот с точки зрения Саля То есть Ротшильд, в основе которых лежит вся финансовая система Во главе с Ротшильдами, Рокфеллерами Вот, а смотрите, олигархов они не трогают Даже Медведчука вот вернули аккуратно сюда, в Россию Значит, и получается, что мы сейчас, да, то есть расчистка-то идет зачем? Ведь Украине уран, никель, да, сланцевый уголь, сланцевая нефть То есть там земли богатые, вот, плодородные И все это освобождается вот этими глобалистами-сатанистами Значит, которые хотят Путина подтолкнуть к этой ядерной войне Вот, то есть они просто туда втягивают Россию и Украину А затем, если, положим, эти малки попадут Ну, если просто по людям, это ладно Там много людей погибнет А может быть хуже, они же попадут в хранилище радиоактивных отходов И тогда будет вовлечена Европа во всю эту, вот, заварушку, да Значит, сейчас и... Так, ой, я сейчас не туда, сейчас, секунду Вот, так вот, что же важнее? Захватывать новые земли там? А, давайте сейчас пойдем на Киев и Одессу Там даже Запорожье и Херсон, и то не все наши А тем не менее Госдума приняла, что это уже Россия Вот, хотя они полностью нам не принадлежали Вот, в целостности своих границ, да Вот, а ведь, посмотрите, значит Я начинаю вот размышлять Что же лучше, захватывать Киев и Украину Или ту землю аккуратно, которая находится внутри нас, да Вот, как я говорю, новая земля внутри нас Там, где работает наш волновой орган мышления Вот в этой ткани, ну, кто-то скажет, в физическом вакууме То есть это материя при невозбужденной гравитации Минимальной энтропии Это ангельская ткань Вот, и наш волновой орган мышления Он живет там Я вот разработал метод, как его фиксировать и отслеживать И тем самым отслеживая вот эту сущностную идею развития всех вещей, да В мире и отслеживая вот это вот свое внутреннее единство И вот, смотрите, духовность, я просто так для себя определяю Это влечение к жизни или вывернутое на изгамку влечение к смерти То есть в войну, получается, люди радуются братоубийству Вот это уже влечение к смерти Это вывернутая на изнанку духовность себя начинает проявлять А духовность же, она жизни утверждать должна в радости И вот в этой внутренней тишине Вот, и вот здесь я пишу, что лечить как раз вот эту шизофрению политиков и военных Можно оптимизированной духовностью, с моей точки зрения Для этого надо объединиться, объединить какие-то усилия И с моей точки зрения глобализация, Саль все-таки слишком сильно ее преувеличивает Да, сейчас Россия впереди всех, наверное, если только, может быть, Китай ее обогнал В плане глобализации У нас уже все и под видеокамерами, и все, как говорится, под присмотром Так вот, понимаете, мысль такая Так вот что же, и Россия утянет туда и всю Европу потом А в планах вот этих глобалистов-сатанистов есть вообще такие идеи Там и пастор Барнетт вот этот их предсказывает И как их такой ставлен Значит, что давайте все белое население из Европы уберем То есть даже такие есть идеи Так вот откуда растут ноги? Я вот здесь вот портрет, да, это вот британский разведчик Значит, вот его фотография, да, значит, он опубликовал вот эту вот книжку еще в 92-м году Комитет трехсот Вот, и, значит, в ней он уже как раз описал как бы плане вот этих вот глобалистов-сатанистов То есть вот это как бы основа вот этой вот глобальной фашистской системы на Земле, да С радикально сокращенным населением То есть вот эта идея золотого миллиарда, да Значит, так вот надо организовать эпидемии, войны в густонаселенных районах, да И, ну, почему-то дворцы олигархов-то не трогают при этом, да То есть они и все знают центры принятия решений, но никто по ним, ну, оружие не применяет, да Так вот, а Киссинджер, да, отвечает, вот смотрите Киссинджер отвечает перед глобалистами-сатанистами за проект ядерной войны То есть с его точки зрения, сейчас, а, Киссинджер здесь это не привел То есть с его точки зрения, как вот У вас там написано было, Россия была слабая, слабая Да, так вот с его точки зрения, значит, его задача Раздроблен, вот написано Я предпочту Россию видеть слабой, раздробленной Да, я предпочту Россию видеть слабой, раздробленной И вот до 24-го года Киссинджер должен этот проект сдать Значит, и вот, в частности, с Сарей, другие тоже думают Так кто же вот эту сложнейшую ситуацию, да Которая сейчас вот назревает с этой возможностью ядерной войны Начиная с тактического, может вообще разрулить Но вот кто-то считает, что вот Лукашенко Есть другие люди тоже, которые способны все-таки Ну, к разуму и к мудрости привести политиков Ведь Ленин, Брестский мир заключал, да Это без аннексии и контрибуций То есть без аннексии присоединения вот этих дополнительных земель, да И без выплачивания денег, да Это было мудрое решение, потому что тогда советское государство было слабым А сейчас, ведь государство НАТО в своем экономическом, военном потенциале Только военном, да На порядок, то есть на десятку превосходит, значит, военный потенциал России И мы сейчас тащим туда вот эти вот орудия Малки Так вот, почему же меня все-таки вот эти идеи Ассаля тоже привели? Потому что все-таки он связывает это с идеями духовности И вот он считает, что он, значит, идет методом Методом вот этого вот замечательного товарища Дэви Тайка Ну, это то, что в Википедии о нем всякую глупость там пишут Вот Но он, как бы, идет его методом А сам Дэви Тайк считает, что это библейский проект Что это уже, то есть библейский проект уничтожения и порабощения человечества И все это уже, как бы, заложено в предсказаниях Но посмотрите Голубалисты и сатанисты, они любят символику То есть символы правят миром Вот смотрите, Первая мировая война Если сложить попарно все числа, вы получите 68 Возьмите Вторую мировую войну 22 июня, 22 прибавьте 0,6 Прибавьте 19 и прибавьте 41 Вы тоже получите 68 Теперь, 24 февраля, 22 года Прибавьте 24, прибавьте 0,2 Прибавьте 20 и прибавьте Вы опять получите 68 Это говорит о том, что не Путин начал Это говорит о том, что случайность не бывает Да А цифра 68 Символика А вы анализировали вот символику Вот Саря анализировал еще и символику украинскую Да и символику единой России Ведь там козел в медведя содержится с рогами То есть там все перевернуто Вот эта символика И мы идем Вот так сказать В авангарде Всего и всей этой глобализации Так вот А Путина просто толкают сейчас На роль вот этого зачинщика ядерной войны Сначала его Это то же самое, как было с Гитлером Сначала его восхваляли все Вот нас уж точно закроют Не надо Путина с Гитлером Вообще даже ассоциации Нет Нет Я говорю сейчас, что Что Путина восхваляли же раньше Все вот эти вот Издания Да Финансовых учреждений Что он человек года Что он Западный Да Фотографировали там на коне его Так вот А теперь же Его начинают демонизировать И то же самое было с Гитлером Если вспомнить Я просто Ассоциация плохая Плохая Ну Это не моя ассоциация Скажем так Эту ассоциацию на самом деле Вы все промолчили Хорошо Ну Можете сказать слово Малка Как это на рот ли перевести? Малка Малка это имя Матери князя Владимира Нет Она устроена изначальна Изначальна У нас еще закладчика Это надо спросить у военных Я не военный Я хочу просто спросить Какой же вывод Какой же вывод Значит Как же все-таки Вот эту Ненарушаемую Ненаминуту Радость нам Сохранять Да И непоколебимую Тишину Я уже говорил Что Вот Как в случае ядерной войны Поможет мое учение О невидимом Вот этом двуспиральном Волновом органе мышления Да С одной стороны Я могу И брать энергию Из пространства Читая книжки Там Или делая Дыхательную гимнастику Да Я вот в прошлые разы Показывал Как оптимизировать Протон электронные токи В мозгу И укреплять Связи между нервными Клеточками За счет Спиновых Моментов И вот здесь Шуков Недавно Я до конца Этого сам Еще не знаю Но я пробовал Ставить Ставить Эксперименты Над своим Организмом Да Но я Вот например Что Если например Даже кушать Нечего Будет Если вдруг Такое случится И ядерная война Будет Я думаю Что Человеческий организм Может продержаться На холодном Термоядерном Синтезе Ведь есть люди Которые вообще Не принимают И я считаю Вот холодный Термоядерный Синтез Вот я В принципе А горячий Зачем вам холодный А смысл какой Как Активизировать Холодный Термоядерный Синтез Вот смотрите Мы берем Два протона Протон и протон И между ними Возникает Кулоновское Отталкивание То есть Чтобы Ядра Сблизить Нужно Этот Кулоновский Барьер Убрать Я здесь Недавно У Шипов Публикует Интересную Вещь Что с помощью Актуализации Вот этих Торсионных Полей Вот этот Кулоновский Барьер Нужно Убирать Короче говоря Позитив Такой Надо Учиться Управлять Выходите В холодном Уча наших Генералов Скажем так Я Я не Претендую На роль Нет Тех людей Которые Хотят Чтобы Вместе Например Мы попробовали Я один раз Пробовал Я Железо Уровень железа Поддерживал На уровне Ну На достаточном уровне Чтобы у меня Гемоглобин Был 36 Сейчас У меня 150 Но я Понятно Я ставил Эксперимент Только на салюту И возможно Лучше Чтобы Этого Никто не повторял Возможно Но в случае Вот Такой Развивающейся Значит Ситуации Да С Украиной И Россией Я думаю Что Мое Учение О волновом Органе мышления Оно может Людям пригодиться Спасибо Спасибо Володя Вопрос А вы не думали Малка Христианство Внедрит А сейчас Малка Другую религию Внедрит И что Ну Кросс Не приходила Какая Жизнь Вот Даю Нет Даю Спасибо Но лучше Надо Вместе Ее Обсудить Я ее Спасибо